Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Итоги одного рейда. Специальная комиссия инспектирует анапские пляжи на предмет чистоты, благоустройства и порядка. Как отдохнуть ярко, но без искры. Урок электробезопасности юным отдыхающим преподали краевые энергетики. Возвращение домой. В рамках научно-познавательной экспедиции юные натуралисты выпустили в дикую природу двух черепах. Анапское местное отделение партии «Единая Россия» стало многочисленнее. Новых членов партии приняли на заседании полицовета. Оно прошло под председательством секретаря местного отделения Сергея Сергеева. Традиционно заседание полицовета началось с пополнения рядов партии. Анапское местное отделение партии «Единая Россия» поступило в 7 заявлений от граждан, изъявивших желание стать членами нашей партии. Все граждане являются жителями города города Анапа, достигшие 18-летнего возраста. В течение 6 месяцев являлись сторонниками партии, зарекомендовали себя с положительной стороной. В их числе люди, уже вышедшие на пенсию и готовые посвятить себя общественной работе, а также анапчане трудоспособного возраста. Каждую кандидатуру выносили на голосование. Кто за то, чтобы Владимира Петровича Корзаченко принять в члены партии, прошел голосовать. Против. Воздержался. Поздравляю вас. Главным у однопартийцев был вопрос, почему вступаете в партию. Почему я решил вступить? У меня сын растет уже 6 лет. Хотелось бы, чтобы мой сын рос в достойном обществе, чтобы помогать этому городу. Я здесь приехал, обосновался и уже считаю, что это мой город. 10 лет и чувствую себя анапчанином, хоть и не коренным. И поэтому хотелось бы помочь городу. Руководитель исполкома Валерий Полченинов сообщил, что 6 июля состоится 21 конференция Анапского местного отделения «Единой России». На ней будет обсуждаться предстоящая кампания по выборам депутатов законодательного собрания Краснодарского края. Еще одна тема в повестке дня – дополнительные выборы депутата по Гастагаевскому одномандатному испирательному округу номер 20. Они пройдут в сентябре этого года в связи с тем, что депутат Совета города-курорта Анапы Михаил Макаренко досрочно сложил с себя полномочия. Выездное заседание двух комитетов Совета муниципального образования состоялось сегодня. Депутаты, курирующие вопрос развития санаторно-курортного комплекса и правопорядка, объехали пляжные территории. В комиссию вошли руководители Роспотребнадзора и сотрудники полиции. В центре внимания – содержание пляжей арендаторами и контроль качества воды в Анапской бухте. Район – устье реки Анапка. Одно из мест, где любят отдыхать местные жители. Они сетуют на то, что предприниматели оставляют все меньше территории для отдыха горожан. Мы по кустам, нам сейчас деваться некуда. Тут загородили. Он даже с той стороны. Мы говорим, зачем вы загораживаете? Заместитель председателя городского совета Александр Смирнов взял ситуацию на заметку. Депутаты, представители мэрии, полиция, Роспотребнадзор проехали вдоль всего Пионерского проспекта, чтобы оценить состояние пляжей и то, как организован отдых. Общее впечатление – все зависит от арендатора. На паре десятков метров прибило комку. Дальше водорослей уже нет. Еще через метров 200. И море чистое, и сам пляж освежили, пока отдыхающие спали. Мы сегодня убедились, что люди поехали, что сегодня все есть для того, чтобы и для личной безопасности наших граждан. Это установленные видеокамеры. Сегодня неплохо выглядит Пионерский проспект, где находятся наши базы. Это установка и ограждение территории, которая сегодня приводится в порядок. Да, сегодня есть недостатки, которые мы будем их исправлять. Сегодня и глава, и сегодня и совет муниципального образования, и комитеты делают для этого все. В Роспотребнадзоре отметили, что точек общепита, вызывающих вопросы, стало заметно меньше по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, фронт работ по-прежнему широк. В этом году на общественных пляжах работают в общей сложности около 20 массажных кабинетов. Массаж – это медицинская процедура, подлежит лицензированию, и никаким образом на пляжах она не должна осуществляться. А это уже обязательный медицинский кабинет. Все необходимое в наличии. На центральном пляже – специальная раздевалка и плавающая тележка. Добраться на ней до воды помогают матросы-спасатели. За чистотой главного ресурса курорта следят в постоянном режиме. Пробы отбирают на 13 точках по всему побережью. На сегодняшний день исследовано более тысячи проб воды, 1050, в том числе 13 проб на вирусологические показатели, что даже не регламентируется законодательством. Но учитывая ситуацию в целом по России, что к нам приезжает все российское население, мы ввели такой мониторинг, исследование морской воды на вирусы. Значит, вся эта вода по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим показателям и паразитологическим мы исследуем еще, соответствует требованиям нормативов Российской Федерации. Депутаты намерены продолжить такую практику совместных выездов. Тем более, что пляжи Анапы уже заполнены. Среди отдыхающих есть те, кто приезжают сюда не первый раз. Любят город-курорт. Оформление документов, не выходя из дома. Еще несколько лет назад это казалось нереальным. За любой справкой приходилось часами стоять в очереди. Существенно упростило получение официальных документов, набирающий популярность общероссийский портал госуслуги. Около 19 тысяч анапчан уже пользуются удобным сервисом. С помощью портала «Не выходя из дома» можно узнать о своей задолженности перед налоговой службой, о состоянии лицевого счета в системе общеобязательного пенсионного страхования, подать заявление о назначении пенсии, налоговой декларации, поставить ребенка в очередь на место в детский сад и многое другое. Полный перечень велик и с каждым годом возможности электронного сервиса расширяются. В настоящее время 76 муниципальных услуг переведены в электронный вид. Плюс к этому государ и государственные услуги. То есть, к примеру, можно подать заявление на получение российского паспорта, на получение загранпаспорта, на обмен российского паспорта, постановку снятия с учета транспортных средств и также другие услуги. С 1 января 2017 года, согласно налогового кодекса, скидка на государственную пошлину на услуги, которые оказываются через портал госуслуг, составляет 30%. Это очень выгодно. К примеру, обмен водительского удостоверения госпошлина вместо 2000 рублей госпошлина будет составлять 1300 рублей. И также все остальные государственные пошлины. Для создания личного кабинета в системе нужно указать паспортные данные, СНИЛС, электронную почту и номер мобильного телефона. Для подтверждения учетной записи необходимо с паспортом обратиться в МФЦ, Управление пенсионного фонда или Центр занятости населения. В Анапе за три месяца с укусами клещей в больницу обратились 108 человек. Специалисты говорят, что период активности клещей продлится до конца сентября. Ни в одном случае укусы не привели к развитию инфекций. Эпидемиологическая ситуация в Анапе под контролем. Из всех отправленных клещей на экспертизу, только два оказались разносчиками болезни. Часть была отправлена в Новороссийскую противочумную станцию для исследования. Результаты есть. Результаты есть. Два клеща были как раз инфицированы болезнью Лайма, но никто не пострадал. Осложнение удалось избежать благодаря своевременному лечению. Поэтому медики напоминают, в случае укуса клеща необходимо сразу же обратиться к врачу. Травматологический пункт городской больницы работает круглосуточно. Но если перед этим вы решите изъять кровососущего самостоятельно, специалисты подскажут, как это сделать правильно. Клещ входит в кожу по часовой стрелке. Он не вкусывается. Он заходит по часовой стрелке, вворачивается. И чтобы его самостоятельно вытащить, нужно просто взять ниточку, сделать удавку, узелочек, положить на шейку, подтянуть, но чтобы не передавливать. И свернуть вот так вот в обратную сторону, взять ниточки и в обратную сторону выкрутить. И он выкручивается вместе с головкой, и там ничего не остается. И обработать потом зеленкой. И все? И все. Ну, потом, естественно, надо обратиться за медпомощью. То есть, чтобы все равно прививку надо делать. Энергетики юго-западного филиала «Кубанинерго» провели урок электробезопасности для детей, отдыхающих во Всероссийском детском центре смена. Для каждой возрастной группы разработаны программы. С самыми маленькими играют специальные игры. Тем, кто постарше, рассказывают о технике безопасности при использовании гаджетов, а также об оказании первой помощи. Современная цивилизация немыслима без электричества. И главная задача энергетиков – объяснить детям, что неосторожное обращение с электричеством опасно для жизни. Да, да. Вот так вот. 30 надавливаний, два выдоха. Это практическая часть. Тренажер достаточно чутко реагирует на действия человека. Получается, не все и не у всех, но ребята делают лишь первые шаги. Наставники акцентируют внимание на том, что, увидев человека в беде, они должны немедленно сообщить взрослым. Но у многих уже есть мобильные телефоны, есть возможность набрать 112 – единый номер службы спасения. Жизненная ситуация. Мама купила воздушный змей, а он зацепился за линию электропередач. Теоретическую часть ведет Надежда Крюкова, педагог с 20-летним стажем. Ее задача – донести основные правила безопасности в быту. По ее словам, дети – очень благодарная аудитория. С ними очень интересно, они знают больше нас, они не придумывают, они говорят то, что есть. Они честные, у них больше потенциалов, чем у нас. Разработаны три курса для самых маленьких – мультфильмы и игры. Здесь ребята постарше. У них уже есть игровые приставки, а многие знают, что заряжая мобильные устройства, следует соблюдать осторожность. Это один из главных акцентов в этом году. Также уроки проходят у подростков. Селфи, игры с дополненной реальностью, например, так называемая ловля покемонов, несовместимы с объектами энергетики – трансформаторами, линиями электропередач. Уроки в смене – первые в этом году. На них побывают около 500 юных отдыхающих. Энергетики заключили договор с краевым министерством образования. Уроки проходят в детских садах, школах. Заявки поступают в постоянном режиме, в том числе через сайт. Их обрабатывают и распределяют по подразделениям. В каждом есть специалисты по технике безопасности. Человеческая жизнь – это самое главное. Когда человек подготовлен, он вооружен. А если он вооружен, значит он защищен. Наша компания, естественно, это одно из основополагающих направлений нашей деятельности – это профилактика электротравматизма. Программа действует три года. Ежегодно сотрудники филиала проводят уроки у 5000 детей. При этом аудитория постепенно и постоянно растет. Осторожно фальшивкам. В разгар курортного сезона оборот денег в Анапе увеличивается в несколько раз. В этом году сотрудниками полиции уже были зафиксированы фальшивые купюры номиналом в 1,5 тысячи рублей. Как показывает практика, сбывают их в крупных торговых центрах, на рынках, заправках и точках розничной торговли. Сотрудники полиции отмечают, что с каждым годом фальшивки становятся все более качественными. Распознать их с одного взгляда довольно тяжело. Однако есть несколько простых манипуляций, с помощью которых любой может выявить подделку. Особое внимание необходимо уделить на качество бумаги, самой банкноты. То есть банкнота не должна расслаиваться на две половинки, должна иметь характерный хруст. Соответственно, при визуальном осмотре денежного знака не должна полоса вкрапления отделяться, расслаиваться и так далее. То есть не должна иметь технических повреждений. Мы проводим профилактические мероприятия, направленные как раз на пресечение, да, и в принципе, чтобы у недобросовестных граждан не возникало желания сбыть, да, то есть приобрести что-то на поддельные денежные средства. Потому что преступление считается тяжким. До 8 лет лишения свободы, статья 186 Уголовного кодекса Российской Федерации. В рамках краевой операции «Купюра» анапские полицейские проводят профилактические беседы с предпринимателями и жителями курорта. Продавцам в магазинах дают специальную памятку с сериями и номерами купюр, на которые стоит обратить особое внимание. В Анапе пока не было случаев, когда поддельные купюры оказывались в банкоматах. Фальшивки ходят по рукам. И если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию. Две редких черепахи вернулись в дикую природу. Их выпустили участники экспедиции, школьники из Анапы, которые съездили в гости к ученым. Как показывают исследования, у черепах одного вида, почти как у людей, могут быть разные интересы и стили жизни. Дорога к Лобановой щели – самому сердцу Утрижского заповедника. Одному из мест, где живет черепаха Никольского, которая охраняется на международном уровне. А вторая где? Пускай туда вторую. Этим черепахам в буквальном смысле спасли жизнь. Они оказались в населенном пункте, животных подобрали активисты. Возвращение домой состоялось в рамках научно-познавательной экспедиции. Юные натуралисты из Анапы, победители конкурсов, познакомились с работой ученых и студентов Московского государственного университета. По их словам, опасность для черепах таится и в дикой природе. В прошлом году в Лобановой щели сошел сель. Вот сейчас мы нашли, например, черепаху большую, которая мечена чипом давно, уже лет 5-7 назад. То есть она сидит постоянно на одном месте. А есть такие, которые проходящие. То есть они постоянно как бы путешествуют, куда-то уходят далеко, потом возвращаются или не возвращаются, куда-то еще идут. То есть, по-видимому, вот за счет тех таких странствующих черепах численность постепенно здесь восстанавливается. Но самое главное и залило то место, где черепашки размножаются. Ольга Леонтьева – один из идеологов создания Утрижского заповедника. Теперь у ученых здесь база. Они изучают растительный и животный мир вместе со студентами. Вячеслав готовит работу по фисташковым и можжевеловым лесам, а также изучает насекомых. В том числе клещей, которые паразитируют на черепахах. Клещи, которые мы снимаем в черепахах и изучаем их, они переносят заболевания разнообразные. Здесь нет, например, энцефалита, энцефалита и более северных регионов. У нас есть несколько специальных маршрутов на территории заповедника. Один из маршрутов в Устье и далее Лобаново-Щели. Также на Сухой лиман от территории базы вдоль побережья до Малоутрижского поселка. Как говорят ученые, территория заповедника, несмотря на относительную близость к цивилизации, уникальна и малоизучена. В прошлом году здесь открыли новый вид макриц. Его назвали в честь места обитания Утрижского заповедника. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 29 июня в Анапе ожидается ясная погода. Утром местами возможны дожди. Температура воздуха днем – плюс 29 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 19 и выше нуля. Ветер переменный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 23 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч! Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин